В результате делается вывод, что с высокой долей вероятности инцидент является результатом биодиверсии со стороны Российской Федерации. На улицу уводятся медицинские работники с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств. В истории всегда было так. Мы же это не забыли. Я уже был как Путин, но за это пострадал. Я надеюсь, что я не пострадаю за то, что я такой же человек, как Сталин. Он единственный человек, который за Россию глотку дерет. Слово России! Вот так. И живем. У тебя только электронные были? Так, точно. А вот по таким часам тебя не учили пользоваться? Учили. И что, не научился? Затупил. Затупил? Так, точно. Вы кто такие, чтобы вас там понимали? И я твоя мышка, и я тебя съем. Привет, друзья. Ну, раз, начало, Далее. Пожарные с этим сладко не могут отпустить. Привіт, друзья. Меня зовут Лена Курбанова. И вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это свежий, щоденний выпуск для российской кринджатини и их пропаганды. Тут мы собираемо найбольшие зашквари, найгучные их заявки. Та, звісно, приклади того, як вони брешуть набагато частіше, аніж роблять вдох и видох. Тож, не забывайте на старті нашої програми обовязково лишати нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Обовязково подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, аби посилювати наш інформаційний супротик и посилювати команду наших подписчиков. Главная наша задача сегодня, как и прежде, поддерживать тех, кто выполняет свой долг на фронте и борется с нами. Помогать старикам и детям, восстанавливать экономику наших регионов и налаживать мирную жизнь. Передаю привет 15-й роте спецназа, 25-му батальону разведки. Удачи вам, всего самого хорошего в выполнении боевой задачи, возвращаться живими домой с победой. Спасибо за эту медаль, буду стараться и дальше вам помогать. Ну, рассказывай, сколько времени? Не могу знать. Почему? Не умею сам определять по стрелочкам. А по каким ты учился? Электронные. А в школу как просыпался? Мама будила. Мама будила? Да. Тебе сколько лет? 19. 19 лет. И у тебя только электронные были? Так точно. А вот по таким часам тебя не учили пользоваться? Учили. И что, не научился? Затупил. Затупил? Так точно. А ты откуда сам родом? Саратов. Саратовский ты? Так точно. С деревни? Так точно. И что, реально с деревни? Так точно. И не умеешь по механическим часам определять? Ну, не то, что механические, они кварцевые, правильно. Вот примерно, хотя бы можешь, вот определить, вот глянь, маленькая стрелочка на 1, между 1 и 2, а большая, вот между шестеркой и семеркой, сколько это примерно времени? Где-то к 7 приближается. К 7? К 7 чего, вечера или утра? Утра. Утра. К 7 утра. Я понял. А у тебя часы есть вообще? Так точно. А ну покажи. На телефоне. На телефоне, да? Ну давай, смотри, сколько времени. 6.21. 6.21. А тут сколько у нас? Не могу знать. Не можешь знать. Не умею, я по ним время определил. Не умею. Тебе как зовут, брат? Денислям. Денислям? Так точно. Татарин что? Так точно. И что, никак? Денислям. Тебе 19 лет. А вдруг свидание назначить девушка? А у тебя только вот такие часы. Она скажет. А ты знаешь, есть такое понятие? Дневное время и ночное. Ну, до 12, есть 21 час, 22 часа. Знаешь? Сейчас сколько? 13 часов 35 минут или бы час 35 минут? Ну давай, вспоминай. Не все. Не умею. Не умею, что ли? Нет, по ним. Не умеет он, да? Чего нужно летать? Еб***ь. При входе командира подразделения, что надо кричать? Смирно. Он еще не зашел. Довольно. Денислям. Дневай на свободной смене на выход. Молодец. При финансовой поддержке Агентства США по международному развитию и посредничеству НТЦ на базе Национального медицинского университета имени Гарецкого в городе Львов в период с августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы. По данным Министерства обороны Российской Федерации, в тренинге приняли участие представители органов государства и власти Украины, включая СБУ и национальную полицию, а также сотрудники западных и некоммерческих организаций. Напомню, что в последнее время наиболее изучаемым микроорганизмом в лабораториях с высоким уровнем изоляции является вирус патогенного гриппа птиц. Он остается объектом пристального внимания средств массовой информации, обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека. Не случайно, используя именно этого патогенного биологического агента, было заложено в сценарии тренинга. Замысл учений следующий. В Николаевской области Украины фиксируется появление случаев инфекционного заболевания. Проводится отбор и анализ проб. В результате делается вывод, что с высокой долей вероятности инцидент является результатом биодиверсии со стороны Российской Федерации. Информация о вспышке освещается средствами массовой информации, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации. На улицу выводятся медицинские работники с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств. В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизмов генсекретаря ООН для убеждения международного сообщества в прозрачности и непредвзятости данных. Итогом реализации сценария становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО, ее дискредитации на международной арене и введение в отношении нашей страны дополнительных санкционных ограничений. Мы дополняем список фигурантов украинского военно-биологического досье участниками тренинга, который прошел во Львове. В их числе Филипп Оленцес, член руководящего Совета по биобезопасности Великобритании, принимал участие в тренинге в качестве модератора. Они покусились на все русское, на нашу историю. Нас обвиняют уже в том, что мы чуть ли не более виновны, чем Гитлер в развязывании Второй мировой войны. На наш язык, на наше образование, на наши средства массовой информации, на культуру. Разрушают памятники тем, кто создавал и осваивал Одессу и другие города в Новороссии. Убрали памятник Екатерине Великой и памятник Потемкину из центральной части Одессы. Я считаю, естественно, как нормальный русский человек, что никакой Украины нет, и это все русская империя. Я и Варшаву-то считаю русским городом, как Сталин. Вы похожи на Сталина, вы гордитесь этим? Я не похож на Сталин, но я как человек, как Сталин, то есть как человек, я не родился в 1880-м году, но я тоже как все же считаю, что это часть русской империи. Знаете, заголовок идеальный. И Кельсинки тоже. Антон Красовский, я как Сталин. Три точки. Нет, я уже был как Путин, но за это пострадал, так что я надеюсь, что я не пострадаю за то, что я такой же человек, как Сталин. Поляки не гадяи. А то, особенно, что устроили, перекидывают туда мигрантов и то, что убивают людей. Говорят, они одно, а вот делают другое. Для них это норма. Они мерзавцы, крестоносцы. В истории всегда было так. Мы же это не забыли. Всегда они оттуда шли к нам, убивали и прочее, прочее, прочее. Но сейчас уже дошли до крайностей. Сьогодні російськие соцмережи особливо солодки. Насправді, я інколи навіть радію від того, що попри заборону і те, що VPN в Росії намагаються приглашити і не дати можливість їм існувати, вони все одно безкінечно використовують ці соцмережі для того, аби нам і всьому світу тобі показати, як сьогодні живе як глибинна Росія, так і великі їхні міста. Одним словом, якби в них не було соцмереж, їх обов'язково треба було б їм провести. Тому що те, що ми відкопали сьогодні, це справді неймовірний скарб, який підніме настрій навіть тому, хто впав в осінню хандру. О, хто тут? І я твоя мишка! І я твоя мишка! І я тебя съем! Музика Вот это вот, ребята, городская детская кардиологія. Новороскова, 16. Вот в таких условиях лечатся наші діти. Ось в таких вот палатах. Ось в таких вот кроватях. До потопных их надо уже в музей Советского Союза отдавать. Ось в таких вот двері у палат. Это палаты кардиології. Ось в такой вот линолеум в палатах, где мамочки с детьми трёхмесячными лежат, лечатся. Ось в таких условиях работает медперсонал. Музика Ну, вы дальше хочете поговорить? Ребенка смотреть не будем? Смотрите, ребёнка. Я не буду давать. Я не смогу вам ложку дать. У меня нету ложки. Вот у меня тоже нету ложки. Вы приехали куда? Я приехала четвёртый проезд, 380. Да что вы? А зачем вы сюда приехали? Актив был написан. Актив какой? Для чего вы сюда приехали? Четвёртый проезд. Расскажите мне. Надей, чего вам рассказывать не буду, это уже мои дела. Зачем я сюда приехала? В смысле? Вы стоите... Вы у меня дома. Зачем вы приехали? Вы зачем приехали? Вы сюда зачем приехали? Вы сюда зачем приехали? Я вам вопрос задаю. Актив... Что за актив? Объясните. Так, мамочка, давайте, в общем, короче, Будем осматривать ребенка или я поехала? Конечно будем. У меня нет ложки. У меня нет ложки. И вилки нет у меня. Ну, как тогда? Давайте посмотрим как-нибудь. Как-как-небудь? Ну, как нет ложки, тогда вы скажете, что... Ну, как-как-небудь? Ну, давайте, смотрите. Вы же врачи. Давайте, смотрите, как-как-небудь. Как-как-небудь? Тогда давайте я съезжу в амбулаторию, возьму шпатель и приеду к вам еще раз. Хотите? Хорошо, давайте. Когда? Ну, через часа два, наверное. Хорошо. Дверь не закрывается. Хорошо, жду. Больше барабанителя не закрывается. Там записка какая была. Хорошо. Справку мужу где будете выписывать? Что? Не напишу. А, не напишите? А, хорошо. Вот, братья, зашел в кафе. Этническое. Типа. Вот. Наши все. Слава России! Слава, слава! Слава России! Кто против? Слава России! Слава России! Красавчик! Брат наш! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Вот так. И живем. В общем, тут ходить не переходить к этому поселку. Можем заглянуть. Замок висит. Тут вот что-то открытое. Сейчас посмотрим. Куча всякого. Велосипед. Ой-ой-ой-ой-ой. Прислали, да, люди шлют. И там один написал. Вот ты казашка и топишь за ихнего президента. Да, будут топить. Всегда будут топить. Всегда будут поддерживать Владимира Владимировича Путина. Всегда. Всегда. Вот. Как, кстати, он адекватный один человек на планете, который не дает свою Россию разорвать, на кусочек не дает. Вот так как-то. А там кто говорит, что он умер, сердечный приступ, да, не рой яму другому, сам попадешь. Вот так как-то. Вы будете, люди, адекватные будьте все-таки. Я все хочу россиянам сказать. Сплотитесь вы уже наконец-то возле своего президента, как кулак. Не давайте его в обиду. Ни окрабшим, ни диванным критикам. Он единственный человек, который за Россию глотку дарет. Запомните у вас, помните у вас СССР, да, я родилась в СССР. Горбачев был. Он развалил Советский Союз. А так я хотела Советским Союзем, да, быть. Вот. Был Ельцин такой. Все, пил, танцевал, все такое, плясался там, да. Помню, что с Америкой Россию не пропил, вашу. А этот человек, да, который болеет за свою страну. Болеет. Вот. Еще был один человек, это Сталин был, да. Он влюбил Россию. Хотя он был благословен с Грузином. Вот так вот так. Я хочу сказать, что не надо его хейтать, да, как это, как называется. Кому не нравится в России жить чемодан-вокзал Европы, да. У вас Россия сейчас развивается, да. Строятся дома, все есть. Институтура строится. Вам вообще не нравится все. Счастье сами нужно строить. А вы все так хейтите, хейтите, да. Как это его. Всегда говорю, пока есть такой президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, Россия будет стоять. Я пожелать хочу ему здоровья, счастья, самое главное здоровья. И долгих-долгих лет жизни. Всем врагам на зло. Его врагам на зло. А мы всегда будем его поддерживать. Поддержите меня, мои любимые подписчики. Спасибо, что вы у меня есть. Без вас меня бы не было. Это как-то. Спасибо огромное вам. Здоровья, счастья вам. И мирного неба над головой. Вы дорогу доделали до конца. Какую дорогу? Вы дорогу доделали. Доделали. Вы уходите в море в год. Два километра дороги вы в год делали. Вам еще не хочется порудоваться? Я хочу, чтобы мы с вами сейчас немножко порядок. Ну давайте мы с вами раскомандали, мы побежали с дорогой. Где? Давайте выдадите меня. Давайте я отвечу. Давайте я отвечу. На что вы? Задайте мне вопрос, я вам отвечу. Вы пришли поругаться. Я? Да. Интересно отстоять своих и своих же концов граждан. Давайте вместе отставим. Все остальные как бы не согласны, да, что у нас порядок, у нас не делается. Коммунальные платежи у нас в норме. У нас законом предусмотрены 4 способа расчета платежей. Почему у нас применяется в городе самый дорогой? Ответьте мне. Давайте вместе соберем. Я говорю, ответьте мне, почему самый дорогой применяется в городе. Я не устанавливаю цены на твердые коммунальные отходы. Законом установлено. А чему у нас применяется самый высокий? Это можно обратиться в правительство Хабаровского края. Вы как мэр города, что вам ответили? Я могу вам передать переписку, если вам это интересно. В судебном порядке отстаивали. Вот нам в суде сейчас судья задает. А вы оспаривали это постановление, приказ министерства о повышении тарифа? Не о повышении, а о выборе формули. Уважаемый, как вас зовут? Меня Петр Анатольевич зовут. Давайте мы, вы придете ко мне, мы отдельно поговорим на эти темы. Яр Николаевич у вас был. Он у вас был в мае. Ничего не изменил. Я вам объясняю, что ничего не меняется. А то, что я приду, то другой придет. Ну не поменяется. Пока вы будете у нас в мэром города, у вас ничего никак не есть. Ну, спасибо. Ну, пожалуйста. Вот, где недели. У него есть, я хочу сказать, что зерно, правда, есть и правильно это все, конечно. Единственное, что может быть эмоции надо по-другому сказать, да? Спрашивают у меня люди, такие комментарии пишут. А что ты опустишь Украину, а не опустишь Россию? Я вам отвечу. Что я буду описывать Россию? Россия мне, когда началась война, в 2014, не так, как у вас полтора года назад, а война идет уже намного больше. Жителям остальной Украины, что я хочу донести, не полтора года идет война, а 9 лет уже. Мне Россия, когда началась война, ничего не должна, была. Потому что я не гражданка России была. Я не платила налоги. Я не работала на тяжелом производстве 9 лет. Понимаете? Я не знаю, как это объяснить. С какого перепугу я буду, Россия мне не помогла. Я гражданин Украины, законопослушный, платила налоги. Я работала на тяжелом производстве, всю молодость остала, здоровье свое. И мне в тяжелый момент, когда я оказалась в Шлепанцах, чуть ли не в ночнушках с малой, за 2 часа собрались и уехали. И то мы поехали в Луганск, а там вокзал разбомбили. Мы ехали до Алчевска, чтобы сесть в поезд последний, ехали, а сзади уже все бомбили. Это был последний поезд на Харьков. И люди, вы не знаете, напхана людей. Полный поезд был. И они садятся и садятся на всех станциях. На полу спали. У меня датына тряслась всю дорогу. Она не помнит с тех пор, вообще ничего этого не помнит. От шока. И что я должна общаться с Россией, что она мне не помогла? Она мне не должна помочь. Я в то время, я не гражданка России, я гражданка Украины. И я ехала и думала, что государство мне поможет. Государство мне не помогло никак. И родственники посчитали, что это, ну... И родственники тоже, чужие люди тем более. Я работаю всю жизнь. Много гопошу. А в России, мне Россия ничем не помогла. Абсолютно. Чем она мне помогла? Мне ни разу не было никаких льгот, ни питания, ничего. Гражданство они всем дали только в 19-м году. Путин написал указ. И то мне это было удобнее. Потому что я там все-таки жила. Я поехала к своей тете, которая мне помогла вырастить даты. У меня был на тот момент, у меня был 10-летний ребенок. Очень тяжело одной женщине с ребенком. Мне надо работать. Мне надо, чтобы ребенка кто-то даже покормил обедом. На новом месте кто-то проследил. Сделали она уроки, потому что я работала. Ну пусть даже не это. Даже то, что я на работе постоянно. Даже то, понимаете, чувство, что у меня есть рядом близкий человек. Вдруг что-то случится. Моя тетя рядом, понимаете? Мой двоюродный брат рядом. Вторая моя тетя рядом там. Вот почему я поехала. А ну потому что я там любила Россию. Если бы меня Украина поддержала, хоть даже сделала так, чтобы я даже не голодала, а потому что я голодала тогда, я реально мне нечего было жрать. Потому что квартиры взвинтили цены 3000 гривен, а зарплата была 2000 гривен. Интересно, как я проживу и пособие 1000 гривен. То есть то, что я заработаю за квартиру. А жить на что? Это даже не обсуждается. Так это 3000 гривен вообще на окраинах, комнатушки. И тоже я сняла комнату, потому что я с вечерней смены шла с Харькова в Малую Даниловку пешком. Я работала в супермаркете, мне было уже транспорта. Я шла пешком 5 километров в 12 часов ночи. Потому что я сняла комнату с парализованным дедом. И мужик этот, потому что она стоила 600 гривен. Потом мне еще надо было в этот частный сектор идти ночью, по частному сектору. Я заканчивала в 12 ночи смену, я только в 3 часа ночи была дома. И мужик вот этот, который, жалко, что я не запомнила фамилию. Как жаль. И мужик вот этот, который сдавал мне комнату, он просто отключил нам отопление в комнате зимой. Сказал, 600 гривен, если хочешь больше, плати полторы тысячи. А у меня зарплата 2000 гривен тогда была в супермаркете. Я обходила все заводы в Харькове, все, даже дворником просилась. Потому что я работала на предприятии, у меня трудовая, ну, как, туда у книжки у меня не было. Я еще числилась у себя на фабрике, но я не могла ее забрать. Я-то уехала быстро. Нет, работы нема, не брали. Поэтому, кто там говорит, рассказывает, ты воспользовалась украинским посолом. Я им не воспользовалась. У всех была возможность воспользоваться. То, что вы бла-бла-бла, есть закон. Закон есть. И я делаю все по закону. И от Канады я ничего не скрывала. У вас всех, у каждого гражданина Украины, была такая возможность поехать в Канаду. Я гражданка Украины. У меня была возможность, я воспользовалась. Что вы не воспользовались, я не знаю. Не получится у меня. У меня есть два пути. Я могу вернуться в Россию, могу вернуться в Украину. А у вас никакого нет пути. Вы только сидите и гавкаете. А насчет того, что... Поэтому, что я не общаюсь? Все, что можно, я сказала уже. И все прекрасно знают мою позицию. Много говорить я не хочу. По известным причинам. Поэтому я по сто раз объяснять не буду тут. И мне Россия, если там тоже есть Россия, тоже мне говорят, тебе помогла. Чем? Чем мне помогла Россия? Ничем. Ипотеку я взяла. Я за три года выплатила только 150 тысяч. Я буду платить ее до старости. Если мне надо ее продать, эту квартиру потом. Потому что там такие проценты. Я бы купила три квартиры за наличку. Всего лишь 150 тысяч я заплатила. Остальное все проценты. Поэтому то, что она мне помогла, еще неизвестно, кому повезло. И вот это тоже. Мы вам помогли. А знаете, чем Канада хороша? Тем, что она людей ценит. Тем, что я чувствую, что мы здесь нужны. Нас здесь уважают. А не так. Ой, предала, предала. Это вообще мое дело. Где мне жить? И вообще, и Украина, и Россия еще должны вообще рыдать и плакать. Потому что они потеряли лучший генофонд. И даже в лице нос. А чем у меня плохой генофонд? Я даже, знаете, хожу тут. И когда вижу наших хлопцев с Донецка, с Луганска. Которые ходят тут счастливые, улыбаются. Ну, не то, что они прям совсем счастливые. Потому что у многих очень родители там остались. Ну, я имею в виду, они ходят хотя бы, ведут своих детей за ручки в канадскую школу. Ведут, работают, все покупают. У меня аж до слез радуюсь. Что они не лежат в земле и не лежат калеками. Никому не нужными. А я радуюсь за людей. И за украинцев радуюсь. Что они тут сохранят свой генофонд. Они будут гнить где-то. Или в земле, или от ран. И пенсию выделят. Такую, что, ну дай бог. Не знаю. Вот, что я хотела сказать. Так что не надо мне не попрекать. Живите своей жизнью. Никого я не предавала. И ничего я не делала плохого в своей жизни. Я всегда буду жить так. У меня жизнь одна. Я буду жить так, как мне удобно. Удобнее мне будет вообще поехать в Таиланд. Развернусь и поеду. Легко. Удобно мне в США. Не получится в Канаде. Я уже английский буду знать через пару лет. Я развернусь. Не получится тут пиар получить. Поеду в Канаду. Ой, в США. У меня есть возможность туда поехать. Ради бога. А вы только будете сидеть на кроватях в сетках с сынем и дворым. А и подгавкивать. Кто куда что получил. И кто что сделал. А я сохранила свой генофонд. Вопрос к русским. Только что посмотрела видео от вашей русскоговорящей в Эстонии. Она хотела там что-то купить. Ей не продали, потому что она говорит по-русски. И в общем она сделала видео о том, какие эстонцы плохие люди. И какая там у них дискриминация. Вы можете мне сказать, почему вы залезете со своим русским языком. Ну вы что реально совсем уже какие-то сука отбитые. Нет, понятно, что реально отбитые. Но такой сомнентарный. Такие вещи не понимают. Вы приезжаете за границу. И вы там говорите сука на русском языке. Ну вы что вообще сука уже. Вы кто такие, чтобы вас там понимали? Ну вы кто такие? Говорите на английском. Или на пандемине. Я не знаю. Но не на русском. Тем более сейчас говорить на русском. И чтобы с вами вас не хотят обслуживать. Ну вы что совсем? Ну пиздец. Чтобы вы все поиздыхали. Тьфу. Все нормально. Это Россия. Не то слово. Хорошо хоть так. Пороск ферео. Да вы главное энергично кидают. Молодцы. Поспевают. Да, да, да. Это одна из 60 техник. Нанотехнологии. Журналисты наконец-то наслили тех самых европейцев, которые все-таки замерзли без российского газа. Правда, европейцы эти почему-то живут не в Европе, а в Челябинске. Я напомню, что поселок Каштаг находится в черте города Челябинска, города Миллионника. Эти люди по несколько дней сидят без света, без воды и без отопления. Это катастрофа. Одна катастрофа за другой. У нас же отопление полностью зависит от света. Полностью. То есть замерзаем. Подогревали водичку. Ноги хотят погреть. Потому что холодно дома. Неборосимо холодно. Россия – это единственная страна в мире, в которой подземные хранилища газом заполнены до краев, а у людей дома холодно. Ни одна проблема ни по электроэнергии, ни по дорогам, ни по воде, ни по медицине. Ничего не решено. Будто бы здесь живут не люди, а какие-то… так и хочется русским языком сказать. Хочется русским языком сказать, но в русском языке слова для настолько терпеливых людей просто не существует. Хотя бы свет элементарный, свет дети. Не накормить, не попоить, не помыться, ничего. Это что? Мы же живем в 21 веке, в конце концов. В конце концов, в 21 веке живут люди, которые интересуются политикой. Люди, которые политикой не интересовались, живут без отопления, без света, без воды, без электричества в веке где-то в 17-18. Нет ни одной освещенной улицы, просто ни одной. Все дороги, они просто в таком рассыпчатом состоянии, ни одна нормальная машина там не проедет. Нужен врач в Каштаке, обязательно, потому что люди уже старые, 90-80, из-за 80, а у нас ничего нет. Аптеки нет и врача нет. А ни дорог, ни врача нет? Так это, получается, я даже тут приукрасил, потому что в 17-18 веке дороги врачи уже были. Когда это уже закончится? Нету пешеходника возле остановок. Когда будут тротуары? Ни одного тротуара в Каштаке нету, нету ни одного пешеходника. Транспорт плохо ходит, не дождешься, если уехал, вечером уже не приехал. Мы сидим без тепла, без света и без воды. Постоянная проблема не решается десятилетиями. Ни с 80-х, ни с 90-х годов здесь ничего так и не решилось. С 80-х, это, получается, 40 лет. Моисей через 40 лет привел на новую землю свободных людей. В России, в России 40 лет надо только на то, чтобы собраться и записать видеообращение. И буквально вишенька нашего сегодняшнего выпуска, которая даже не потребует заявых слов, потому что в ней прекрасно абсолютно все. Я хозяин этой машины. Я ехал, и тут взрыв. И, блядь, все дымит, в печке дым. И тут мы ели, приведем, ну зараз, сначала дали пиздец. Пожарные нам с этим шлангом бегают, нихуя не могут оттушить. Он, смотри, улыбается, стоит там машина моя, догорает. Ему все смешно, крутит, смотри. Снимите, он, блядь, сейчас уже крутит. Там нету водоводки. Они забыли запрайти. Он побежал. Шапкой, шапкой тужи. А ось тепер видихаємо, тому що ми з вами таки дійшли до фінішу сьогоднішнього выпуска. Сподіваюсь, що ви, як і я, отримали величезное задоволення від того, як ми препаруємо, розбираємо і добираємо найцікавіше, найфіеричніше із того, що є на московських болотах. Що свідчить, що кінець вже надзвичайно близько. Не забувайте, друзі, лишати нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на ютюб-канал «Прубанова лайф», якщо ще раптом цього не зробили. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі. Дякую за перегляд!